Праздничные ленты, воздушные шары и обязательная дистанция в полтора метра. Особенность выпускного 2020 – никаких дружеских объятий. Свой необычный выпускной запомнит на всю жизнь, признается Полина Травкина. Девушка планирует стать экономистом, и главное испытание – экзамены еще впереди. К ним в этом году готовят дистанционно. Конечно, удобнее и веселее, когда все вживую происходит, но учителя постарались, и онлайн на уроке тоже проходили хорошо. Мы подготовились к ЕГЭ, и уверены, что мы сдадим его на 100 баллов. Выпускников Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона пожелал молодым людям реализовать все грандиозные планы, ведь перед ними сейчас открываются большие возможности. Губернатор напомнил, что в России реализуются национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Они направлены на развитие государства, общества, в том числе системы образования. Кроме того, особое внимание детям и семейным ценностям уделяется в поправках к главному закону страны. Никогда не опускайте руки. Пусть ваши желания, ваши мечты непременно сбываются. А мы поможем сделать так, чтобы для этого были все условия. Вы знаете, что в нашей стране реализуются национальные проекты. Это самые главные проекты, направленные на развитие нашего государства, общества, и в том числе системы образования. По высказыванию президента страны Владимира Владимировича Путина, мы должны создать условия для каждого ребенка, для каждого человека, условия для его самой реализации. Аттестаты получили выпускники лицея информационных технологий. Торжество также прошло с соблюдением всех мер безопасности. Я справился со всеми трудностями. Запомнил навсегда, наверное, это учебное заведение. Самое яркое, наверное, это мои друзья, с которыми я проучился 11 лет. Это тот толчок для правильной взрослой жизни, который нужен был мне. Я очень благодарна этому лицею. Это очень трогательно, это очень здорово в такой день всем собраться, что все-таки нам выдают все вместе аттестаты. И я очень буду скучать по самлиту. Свидетельство о среднем образовании выпускникам вручила глава Самара Елена Лапушкина. В зале собрались только отличники, которые претендуют на золотую медаль. Лицей стал для них хорошей научной школой, и они всегда смогут найти себе применение на своей малой родине. У вас прекрасный старт. Воспользуйтесь этим шансом и не упустите его. Расправляйте свои крылья, пусть они будут мощными, сильными. И всегда, чтобы вы вспоминали свое первое учебное заведение с любовью, ну, и очень хочу вам пожелать оставаться в Самаре. Вы нам такие очень нужны. В 58-й Самарской школе дипломы выпускникам вручил председатель городской думы Алексей Дегтев. Нет сомнений в полученных, прочных знаниях. И хочется пожелать ребятам реализовать себя уже, конечно, дальше при поступлении для получения профессии. И для этого тоже созданы все условия в этом году. Принято решение президентом уже в этом, с этого года на задание высшей школе максимально увеличить количество бюджетных мест. И это правильно. Это даст возможность выбрать для себя правильный вуз. В этом году в Самаре аттестаты получили 10 тысяч выпускников девятых классов и 5 тысяч одиннадцатиклассников. Конечно, сегодня такая необычная обстановка. В масках медицинских соблюдая дистанцию, каждому ученику мы будем вручать никаких массовых мероприятий. Сбору большого количества выпускников недопустимо. Сдавать ЕГЭ выпускники в этом году начнут 3 июля. Проводить его будут также в условиях ограничительных мер. Участники экзамена должны будут находиться в помещениях в перчатках и масках, а также соблюдать дистанцию. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин. События.